Когда я слышу слово сочетание защищенный смартфон, чаще всего я представляю здоровенный увесистый кирпич с батареей емкостью 30500 миллионов миллиампер час. Но есть экземпляры куда стройнее, и об одном из таких я сегодня вам и расскажу. Всем бодрейшего, с вами Flickr и это DOOGEE DK10. Начну по традиции с коробки. Пришел ко мне этот смартфон вот в такой вот квадратной упаковке. Не знаю почему именно такой форм-фактор выбран, потому что места очень много там просто пустеет, но видимо тут заявка на премиальность. Внутри меня встречает защитное стекло, инструкция, далее сам смартфон и еще одна упаковка, где находится зарядка на 120 ватт и кабель Type-C на Type-C. Ну и скрепка, куда без нее. Первое же, что мне бросилось в глаза, вы наверное подумаете защитное стекло, нафига защищенному смартфону защитное стекло. Но нет, это его толщина. Здесь у нас батарея не на 20 и не на 10 тысяч миллиампер час, а всего на 5150. Поэтому смартфон выглядит намного стройнее, чем его остальные собратья. Справа располагается кнопка включения, в нее же встроен сканер отпечатка пальца, далее качелька громкости, а площадка на которой все это находится как будто бы сделана из металла, но скорее всего это как раз таки кевларовый аэрокосмический материал. И он тут в нескольких местах, то есть есть часть из какого-то прорезиненного пластика как будто бы сделана, а есть еще и металлические вставки, плюс дофигища вот этих еще болтов здесь имеется. Ладно, катим дальше и на левой грани у нас располагается лоток под две сим-карты, плюс еще можно TF-карту вставить, вытащить его можно с помощью обратной стороны скрепки, там специальный такой крючок имеется. Ну а еще на этой же стороне располагается многофункциональная кнопка. Я в данном случае на нее назначил фонарик. Вот, но там можно еще на двойное нажатие назначить какую-то команду. Назначить на нее камеру, к сожалению, нельзя, а было бы круто, если бы было можно. Далее внизу располагается защищенный резиновой заглушкой разъем USB Type-C, справа от него динамик, а слева, как я понял, микрофон, потому что из него никакого звука не идет. Ну и сверху находится еще один микрофон. Стерео здесь никакого нет, но сам динамик достаточно громкий. Стерео здесь никакого нет, но сам динамик. Привет, кукосик, ты мне сейчас очень нужен. Дамочка, я не из этих. Ладно, у меня, знаешь, часики тикают, так что уставашки. Коктильная дисфункция. После сорока у Русомах это норм. Это твой я. Если не хочешь задышать через дыру между глаз, рекомендую одуматься. Эдди, мой дом. Нашел нас. На задней панели располагается круглый блок камер, все как положено, так сейчас модно. И ниже такая вставка, имитирующая кожу, в моем случае смартфон изумрудно-зеленого цвета, а есть еще кевларовый черный. Далеко отходить не будем, посмотрим на его камеры. Что сюда производитель запихнул? Основной модуль здесь на 50 мегапикселей от Samsung S5KGN1. Ультраширик тоже на 50 мегапикселей, 64 мегапикселя ночное видение, 16 телефотообъектив и фронталка на 50 мегапикселей. Погнали сразу посмотрим на то, как он снимает в различных условиях, днем, ночью, в малоосвещенных участках. Конечно же проверим ночное видение и то, как он справляется с видеосъемкой. Субтитры сделал DimaTorzok Сверхширокоугольный модуль, 4К, 30 кадров. Смотрим на картинку, стабилизации, понятное дело, никакой нет. Ну и слушаем, конечно же, звук, насколько хорошо он все записывает. А теперь также сверхширик, только я уже снимаю себя. Посмотрим, насколько будет дрожать камера и, конечно, как буду я выглядеть в фокусе, не в фокусе и как будет звучать мой голос. Переключаясь на основной модуль, он, к сожалению, не снимает в 4К, что странно, 1080, только, может быть, в дальнейшем как-то программно это пофиксят и как-то так выглядит картинка. Стабилизации никакой нету, но в целом, как бы то, что я вижу на экране, выглядит не дурно. Все тот же основной модуль, 1080, 30 кадров. Смотрим на то, как выглядит моя кожа, как размывается задник, если он размывается. Ну и, конечно, слушаем звук. Переключаясь на фронтальную камеру, 1080, 30 кадров, смотрим на картинку, дрожащую, к сожалению. Здесь стабилизации нету сейчас и вообще ее нету в камере, как на основной модуль, никакой стабилизации нет возможности включить, как и на фронтальной. Итак, сверхширокоугольный модуль, могет снимать в 4К, только он это делает. Основной модуль только 1080 уже, понятное дело, тут стабилизации никакой нету. Из-за освещения только вот из-за фонарей. Тот же самый сверхширик, 4К, никакой стабилизации нету. Из-за освещения все те же фонари и смотрим, насколько хорошо освещается мое лицо. Но, что я заметил именно в фото, вот этот сверхширик, он темноват. И регулировать яркость, что странно, нельзя никак. Итак, основной модуль 1080, включенная стабилизация. Но на экране я что-то ее не особо ощущаю, если честно. Он может быть софтверный, это как-то допилит еще. Но есть определенные нюансы. Можно сделать X2 прямо во время съемки. Как-то так будет выглядеть картинка. В целом, как бы, довольно-таки светло. Но, опять же, здесь у нас есть вот эти вот великолепные фонари. Все тот же основной модуль, только снимая уже себя 1080-30 кадров. Что странно, почему основной модуль не умеет в 4К, а сверхширик умеет. ХЗ, вопрос к производителю. Может быть, как-то, опять же, софтверно все это поправит. Стабилизацию включай, не включай. Именно цифровую она не врубается. Переключаясь на фронталку, и как-то так выглядит картинка на нее. В этих же самых вечерних условиях. Из-за освещения вот этих фонарей. Давайте я встану, чтобы просто посмотреть, как вообще статичная хотя бы картинка работает. В целом, как бы, не дурно. Но при освещении в темноте будет, скорее всего, все грустновато. Ну, или когда я начинаю двигаться, тоже картинка слегка смазывается. Даже, может быть, и не слегка. Итак, как бы, сейчас здесь, на самом деле, намного темнее. Я постараюсь это передать телефоном. Вот как-то так. Так, я на самом деле вижу картинку. И сейчас я включу ночной режим, чтобы... Как-то вот так выглядит картинка. Как-то так выглядит миленький котик. Ну, давайте вот сфоткаем небо. Перебрался я уже в студийные условия. И как-то так выглядит картинка, снятая на сверхширокоугольный модуль 4К. Как-то так я буду звучать. И как-то все окружение должно выглядеть. Конечно, какая-то тряска, скорее всего, ощущается. А это уже картинка на основной модуль 1080. В 4К она не пишет. И те же самые студийные условия. Ну и как-то так пишет уже видеофронтальная камера. Как-то так выгляжу я. Я вижу немного вот здесь вот шума. Конечно, есть определенные засветы на моей руке. Но в целом как бы бодренько. Ничего. Пойдет. Цвет кожи как бы соответствует. Я немного даже загореть успел. Пока ходил тест снимать. Перейду к дисплею и другим характеристикам. Экран у смартфона имеет размер 6,67 дюйма. Разрешение 2400 на 1080 пикселей. Матрица тут AMOLED 120 Гц. Плюс защитное стекло используется Corning Gorilla Glass 7. Пользоваться смартфоном на солнце комфортно. Связь он держит нормально. Собеседников динамики слышно хорошо. Android тут установлен 13. Bluetooth версия здесь 5.1. Функции NFC и OTG аппарат поддерживает. Поддерживаемые спутники GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. И тут я подобрался к быстрой зарядке, которой данный аппарат поддерживает. Как беспроводную, но только есть ограничение в 50 ватт и 120 ватт это уже проводная. За 10 минут аппарат от 0% зарядился до 80%, а за 21 минуту уже до 100, что я считаю довольно быстро. Что ж, глянем как у него дела обстоят с играми. Сердцем дуги DK10 является однокристальная система от MediaTek Dimensity 8020, которая производится по 6-нанометровому техпроцессу. Оперативы тут аж 12 гигабайт, плюс их можно еще на 20 расширить. Куда? Ну тут понятно за счет чего она расширяется, за счет флеш-накопителя, который имеет объем аж 512 гигабайт. Хорошо? Хорошо. В первую очередь я запустил Racing Master, выставил настройки в максимум 60 фэпосов, включился автоматический FSR, отключить его с этими установками нельзя, и в этом режиме игруха хорошо ощущается, но просадки все же появляются спустя 7-8 минут. Поэтому если хочется играть с такой картинкой немного дольше, чем 10 минут, то выставляем фреймрейт на 30, и в идеале, конечно, еще снизить разрешение до среднего. Тогда будет значительно дольше. Если же хочется все-таки наслаждаться 60 фэпосами, то ставим средний графон, среднее разрешение и 60 фпс. В целом тут аппарат порадовал, возможно это еще за счет оптимизации самого Racing Master. Сам чип как бы говорит, что я высокие настройки тяну, давай ставь их, но к сожалению начинает троттлить и возникают как раз-таки эти просадки неприятные, поэтому лучше установки снижать. Warzone Mobile. Тут графон я выставил на высокий, включил 60 фпс, тоже аппарат в плане плавности смог удивить, но увы, лесенки будут встречаться чаще, чем например на тех же айфонах. Не хватает тут сглаживания и четкости, картинка выглядит чуть хуже, чем на моем айфоне 13 Pro Max. Поэтому для более стабильного и плавного геймплея я бы рекомендовал ставить графику на высокое значение, а вот фреймрейт ставить на 45 и будет счастье, но правда минут на 30. Что же касаемо нагрева, за счет материала и толщины он ощущается, но девайс не становится прям горячим. Следующей игрой, которую я запустил, была CRX 3. Тут я сначала выставил все в максималке, думаю, ну блин, должно потянуть. 60 кадров, конечно же, поставил, но увы, счастье мое длилось недолго. Здесь, к сожалению, на 60 кадров не стоит рассчитывать. Лучше сразу ставить 30 кадров, к сожалению, у проекта оптимизация это слабое место. Просадки тут были жесткие уже спустя 10 минут игры. Фреймрейт падал аж до 11-13 кадров, что такое себе. А вот с девятым асфальтом все куда лучше. Пока еще игруха не получила масштабное обновление под названием Legends Unite. И тут настройки я выставил такие, 60 FPS и высокое качество картинки. Выглядело все приятно. Небольшие подфризивания были, но не критично. Играть было комфортно. Через 30 минут игры полет был нормальный. PUBG Mobile. Экстремальную частоту кадров поддерживают только на установках графики плавно. Я же играл на максимальном графоне и с ультра FPS. В целом бодро, да и PUBG уже много где хорошо себя самочувствует. Нареканий к нему особо нет. Да, случались подтупливания на этих установках, но вообще не критично. Arena Breakout. Аппарат поддерживает 90 FPS, но сами знаете, что их совсем ненадолго хватит. Буквально первые 5 минут и дальше фреймрейт падает до 60. Поэтому в этой игре рекомендую ставить FPS на ультра и врубать графику на баланс. Кому хочется более четкой картинки, то тогда ставьте HD плюс очень высокий фреймрейт. Сколько же скушали заряда батареи эти игры? За 30 минут игры в Racing Master заряд упал с 99% до 87%. Установки графики были на очень высоких, разрешение на среднем значении, FPS 30, яркость на 40%. А вот за 30 минут игры в Arena Breakout ушло 8% заряда. FPS я выставил на ультра, графика была на балансе. По тесте данный девайс в играх мне было интересно, потому что здесь стоит 8000 серия Dimensity. Я ранее со смартфонами на этих чипах не сталкивался. Прикольно, опыт я однозначно получил интересный. Правда складывается такое ощущение, что некоторые разработчики мобильных игр подзабили вообще на существование такого производителя однокристальных систем как Mediatek. И просто не оптимизируют игры под девайсы с этими чипами. К сожалению, я их могу понять, потому что на андроиде значительно больше устройств и проще под какой-нибудь снэп просто оптимизировать свою игру, а на Mediatek... Ладно, и так сойдет! Но я надеюсь, что это ошибочное мнение и в дальнейшем, в будущем оптимизация в такой игре как CarX Street появится и не только в ней. То есть этот чип, мне кажется, может больше, но из-за того, что он начинает троттлить как бы, падает и производительность в играх. Что же тут у нас по защите? Как положено, имеется защита от пыли и влаги IP68, далее IP69K и военный стандарт Milosti D810H. Короче, в суровых условиях он должен выжить. Перейду к итогу и моим личным ощущениям. Дизайн с этим круглым блоком камер мне зашел. Далее хочу отметить его толщину, что это не типичный представитель вот этих защищенных смартфонов в кирпичей. Он немного вытянутый, если сравнивать с моим iPhone 13 Pro Max. Дисплей же яркий, приятный, все работает шустро. Плюс еще я заметил, что здесь нет кучи предустановленных всяких приложений, которые приходится потом удалять. Здесь их значительно меньше и по ощущениям как будто это просто чистый Android. Динамиков лично мне бы хотелось здесь два, но, к сожалению, он здесь один, но благо громкий. Кому-то, кстати, возможно вообще пофигу, есть стереодинамики, нету их. Напишите в комментариях, важен ли этот момент для вас. По камерам же вы все видели сами. В целом неплохо для защищенного смарта. Ну а ночное видение в каких-то ситуациях может помочь. Что ж, народ, на этом у меня, пожалуй, все. Если данный ролик был вам полезен, влупите ему большой палец вверх. А с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok